Здравствуйте! В эфире информационная программа новостер Фиацнеф. В студии Константин Перевозчиков. Сегодня в выпуске. В Центре культуры и досуга Фиацнеф прошел торжественный вечер, посвященный 100-летнему юбилею комсомола. Молодежь в науке. В Доме ученых начала работу 17-я научно-техническая конференция. В России отмечают 100 лет со дня образования комсомола, крупнейшей в истории страны общественной организации молодежи. Через ее ряды прошло более 200 миллионов молодых граждан Советского Союза. Комсомольская организация нашего города была первой в атомной отрасли и в 1974 году была награждена Орденом Трудового Красного Знамени. В Центре культуры и досуга Фиацнеф прошел торжественный вечер, посвященный 100-летию комсомола. Комсомол – организация, которая в течение десятилетий служила школой жизни для многих поколений советских людей и внесла огромный вклад в развитие нашей страны. Сложно вспомнить другие примеры такого мощного молодежного движения, каким был ленинский комсомол. В мирное время и в годы войны плечом к плечу комсомольцы первыми шли в бой, на целину, на стройки и вели за собой молодежь. Для Российского федерального ядерного центра, для его истории, для вот этой славной истории трудно переоценить роль молодежи и роль комсомола. Вот те задачи, которые поставило перед нами государство по созданию первых образцов атомного оружия, термоядерного оружия, создания ядерного щита, потребовали колоссальной мобилизации всех сил и средств, колоссальной мобилизации личной и общественной энергии. И, конечно же, такая энергия она была, она была у молодежи. Первая комсомольская организация ядерного центра была немногочисленной, всего около 200 человек – сотрудников конструкторского бюро 11 и молодых людей из воинских частей. Но со временем она превратилась в мощную организацию, которая насчитывала порядка 12 тысяч активистов. Большую работу комсомольцы проводили и в социальной сфере, создавали все необходимые условия для сотрудников городообразующего предприятия в общежитиях, распределяли жилье между молодыми специалистами. По инициативе комсомольцев были построены клубы, спортивные площадки. В 1948 году завершилось строительство стадиона и парка. Это тоже не осталось без внимания комсомольцев. Сначала они взяли шефство над возведением объектов. Затем занимались организацией праздников на этих площадках. Огромный вклад внесли активисты и в изеленение города, а также в строительство клуба «Прогресс» и стадиона «Дорожник». Комсомольские организации в то время были многочисленные и влияли на все сферы жизни. Это промышленность, экономика, образование, наука, культура, спорт, организация досуга и отдыха. Во время Великой Отечественной войны миллионы комсомольцев сражались за Родину и внесли неоценимый вклад в Великую Победу. За 73 года существования Ленинского коммунистического союза молодежи через него прошли почти 200 миллионов молодых людей по всей стране. Самым суровым испытанием для всего советского народа стала Великая Отечественная война. Вреды Красной Армии уже в первый год войны влилось около двух миллионов комсомольцев. Поэтому в этот праздничный вечер ветеранов ЛКСМ в первую очередь вспоминали своих единомышленников – комсомольцев 30-40-х годов. Именно на это поколение выпали самые тяжелые годы, годы разрухи, годы голода, годы восстановления и нового строительства промышленности. Именно это поколение, начиная с 46-го года, занялось созданием ядерного щита нашей страны. Война закончилась, и от тех комсомольцев, что вернулись, снова ждали подвигов, но уже трудовых. Комсомольцы активно включились в производственную деятельность и работы по благоустройству объекта. Не подвели и следующее поколение активистов движения. В 70-х годах комсомольцы нашего города организовали конкурс «Золотые руки», который проводится до сих пор. В этот период зародилось и КВН-овское движение. Были проведены первые соревнования на призы ЦК ВЛКСМ, «Кожаный мяч» и «Золотая шайба». Комсомольцы 70-х с не меньшим энтузиазмом трудились над выполнением задач, которые стояли перед институтом. Мы развивали шефство над темами, мы проводили конкурсы молодых инженерно-технических работников, научных работников, инженеров и техников. Мы проводили конкурсы рационализаторов-изобретателей, мы проводили конкурсы «Золотые руки». Весь вечер со сцены Центра культуры и досуга РФЦНЕВ звучали теплые слова поздравлений в адрес тех, для кого комсомольское движение стало неотъемлемой частью жизни. Завершилась торжественная часть возложением цветов. От имени всех ветеранов комсомола корзину с цветами к памятнику Ленина несли два главных специалиста ядерного центра. И выбраны они были не случайно. Игорь Макаров был первым секретарем горкома комсомола с 1971 по 1976 год. Ну, конечно, это очень большое событие для нас. И я этим, в общем-то, принимаю участие, как в подготовке нашего городского праздника, как праздника институтского. Очень горжусь тем, что я участник всего этого процесса. Вторым человеком, удостоившимся права возложить цветы от имени всех ветеранов этого движения, стал Александр Ершков. Он был членом бюро комитета комсомола РФЦВНИЕФ и секретарем комсомольской организации «Секторы-4». В то время, в 1981 году, она насчитывала около 800 человек. И вот эта мощная сила, мощная комсомольская организация, она принимала участие в решении как производственных задач. Но самое главное, что на комсомол было возложено, это, как бы негромко это сейчас не звучало, коммунистическое воспитание молодежи. Что это себя означает? Это вот те мероприятия, которые проводились, они были нацелены на то, чтобы молодежь и вовлекалась в производство, в общественную корочесть жизнь. Мы рассматривали комсомол как организацию, которая давала путевку в жизнь. Торжественный вечер, посвященный 100-летнему юбилею ВЛКСМ, стал для гостей праздника своеобразным путешествием в прошлое. Творческие коллективы, Центр культуры и Досога организовали для бывших комсомольцев яркую концертную программу. Весь вечер солисты исполняли перед зрителями песни тех лет, а бывшие комсомольцы с удовольствием подхватывали знакомые с юности строчки. Забочется сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. А в фойе Центр культуры и Досога была организована фотовыставка, которая напоминала ветеранам комсомола о главных событиях той эпохи. 30 октября в нашем городе начала работу научно-техническая конференция «Молодежь в науке». Российский федеральный ядерный центр проводит ее уже в 17-й раз. По традиции на конференции представили доклады молодые научные работники и специалисты Рафиацнеев, организации Госкорпорации «Росатом» и ведущих вузов России. Более ста молодых ученых и инженеров, теоретиков и практиков, сотрудников предприятий Госкорпорации «Росатом», институтов Российской Академии наука и студентов ведущих вузов России. Съехали с Псаров конференции «Молодежь в науке» – это прекрасная возможность обменяться мнениями, поделиться личным опытом и рассказать о новейших разработках в различных отраслях. Есть люди, которые уже не первый год и уже показаны результаты от начала до конца, которые выводят, работают в рамках своих диссерционных работ, в рамках каких-то проектов, которые реализуются у нас на предприятии. Приехавшие на конференцию специалисты атомной отрасли представили доклады, посвященные работам и исследованиям, которые они проводили на протяжении нескольких лет на своих производственных площадках в цехах и конструкторских бюро. Работа конференции организована в пяти тематических секциях. По итогам конференции будут сделаны на каждой секции отмечены доклады. И из них будут отобраны пять, в зависимости от того, как решат наши председатели, будут отобраны доклады, и они уже представят на закрытии свои пленарные доклады, именно молодые специалисты. В своей приветственной речи директор Федерального ядерного центра в НИЕВ Валентин Костюков отметил, что ежегодная конференция молодежь в науке стала неотъемлемой частью научно-технических планов градообразующего предприятия. Если говорить о небольшой статистике, то за все это время, в период с 2002 года по 2017 год, прозвучало почти 2600 докладов наших молодых коллег. И вот в этих докладах проявилась их способность, проявились навыки научные, появилась уверенность в результате этих навыков, уверенность, достигнуты отличные результаты в рамках профессиональной деятельности. Валентин Костюков подчеркнул, что РФИАЦ ВНИЕВ накопил большой научный опыт и навыки практически во всех областях теоретической и математической физики, экспериментальной физики, инженерных науках и информационных технологиях. Хотел бы отметить, что мы достаточно уверенно смотрим будущее. Согласована наша трехлетняя программа, которую мы представили на наблюдательный совет. Она имеет поддержку всех тематических направлений, имеет возможности дальнейшего роста выручки и инвестиций, что самое главное, что дает возможность уверенно смотреть в создании расчетной экспериментальной базы. Дмитрий Мяндин работает в Москве в Институте автоматики имени Духова. Он часто бывает в Сарове и, узнав о конференции для молодых ученых и специалистов, нераздумывая, решил принять в ней участие. В секции инженерной науки он представил доклад о разработке и реализации информационной системы поддержки принятия конструкторских решений. Эта работа позволяет сократить время проектирования конструкции и трансформаторов для электронных систем. Работой над этим проектом молодой человек и его коллеги определили, что сократить время проектирования конструкции можно почти в шесть раз. Но, как подчеркивает Дмитрий, создать что-то в одиночку, не опираясь на знания и опыт коллег из других городов, невозможно. Поэтому для молодого специалиста участие в этой конференции особенно важно. Все доклады в основном касаются нашей работы. То есть мы делимся опытом, что-то, конечно, заимствуем, что-то нет. Обмен опытом – это очень важно. Есть возможность завязать новые контакты и все-таки узнать, что делают твои коллеги. Инженерные науки – самая многочисленная секция на конференции. Здесь представлены работы по программному пакету «Логос», различным расчетным программам, а также доклады, посвященные о технологии обработки материалов. Большой упор участники в последние годы делают и на 3D-моделирование. Спектр тем на этой секции широк, но тут и самая высокая конкуренция. Участникам приходится более тщательно готовиться к защите своих проектов, а председателям более строго подходить к оценке этих работ. Один из главных критериев – это законченность представленной какой-то работы, доклада. Это один из важных критериев. Полнота представления, понимание, чтобы публика понимала то, о чем докладчик рассказывает. Ну, как он это представляет, насколько он широко понимает то, о чем он говорит. Ну и, собственно, актуальность. Федор Чернышев в секции инженерной науки секретарем работает уже в пятый раз. По его словам, быть объективным при оценке докладов помогает жизненный опыт. Несколько лет назад Федору тоже приходилось выступать на этой конференции. Он точно знает удовольствие от проделанной работы получаешь тогда, когда видишь, как твоя идея реализуется на практике. Бывает, что представляется работа, которую делались на протяжении многих лет, и был получен результат какой-то весомый. Есть некоторые работы, которые, так скажем, делаются на перспективу, и потом они уже осуществляются, то есть эти какие-то проекты, которые были представлены, а мы их потом видим в жизни, что они были реализованы. Александра Здравомыслова стала первым докладчиком секции инженерной науки. Она и ее коллеги по Нижегородскому исследовательскому институту измерительных систем представили отчет о системе автоматизированного проектирования, который на данный момент внедряется на производстве в Нижнем Новгороде. Я являюсь схемотехником, моя задача – это рисовка схем, и я рассказываю, как это происходит, в чем преимущество, зачем мы это делали, и какие наши перспективы в дальнейшем. Выступать первым всегда волнительно, но Александра и ее команда подошли к защите работы. Ответственно. Сняли наглядные видео, создали презентацию. Своё выступление девушка заучила практически наизусть. Единое автоматически обновляемое информационное поле освобождает проектировщика от необходимости ручной коррекции. В процессе создания проекта инженер полностью освобождается от ручного заполнения таблиц соединений, спецификаций, перечней элементов, схем подключений. Ошибки и опечатки в данном случае фактически исключаются. После внесения изменений на схему или конструктив отчеты необходимо просто обновить. Отвечать на вопросы комиссии после доклада Александре помогали не теоретические знания, полученные из документов и справочников, а практический опыт работы с новой системой автоматизации процессов в своём НИИ. Девушка уверена, и её проект чрезвычайно важен для будущего конструкторской работы в целом. Когда-то чертили от руки, когда-то чертили просто на компьютере, а сейчас мы стараемся делать так, чтобы человек участвовал минимально, минимальное количество ручного труда. Работа 17-й конференции «Молодёжь в науке» в самом разгаре. Многие участники преследуют цель показать себя научному миру, представить свою работу экспертам различных областей и добиться реализации своих идей. По итогам конференции будет издан сборник выступлений и проектов. На сегодня это всё, о чём мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.vnev.ru и в эфире канала «16» каждую среду и пятницу в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин